Давайте сегодня разберемся, что такое любовь. Это слово звучит очень часто. Им пронизано все информационное пространство, в котором мы находимся, вся наша жизнь. И каждый дает свое определение любви. Давайте попробуем найти этот механизм любви, именно механизм любви в психике человека. И знаете, этот механизм будет очень сильно напоминать внешне всплески протуберанцев на солнце. Вот таким вот образом всплеск солнечной активности, вот эти моменты выделения, излучения тепла очень напоминают те процессы, которые происходят в это время в психике, когда мы генерируем любовь. Именно генерируем любовь и именно в физическом теле. То есть в это время мы отражаемся в солнце, вот эти всплески наши. Именно выделение любви напоминают процесс на солнце. А все банально просто. Когда мы говорим о любви, мы говорим не о свободе. Вот можете почувствовать, если мы возьмем, будем говорить, любовь это свобода. Свобода это вот открытая дверь, иди куда хочешь. И ты свободен, но у тебя внутри возникает не чувство тепла и жизни, а у тебя внутри возникает чувство ненужности или одиночества, или вот этого вау, куда, 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 в лучшем случае интереса. Любовь это соединение интереса с жизнью. Вот в этот момент в нашем теле генерируется любовь. И это передается в нашей психике, в глубины, на другой уровень. Мы говорим о мире мертвых и через него дальше. Таким образом, вот когда говорят о телах, как о батарейках, говорят не об энергии. Энергия здесь неправильное слово. Энергия существует только в надсознании. В подсознании энергии нет, там есть ресурс. Так вот, любовь это уже ресурс. И любовь уходит вот этим светом, желтым, теплым, наполненным теплом жизнью и опытом. То есть, само чувство любви, оно содержит и интерес жить, и тепло от жизни, и опыт, и тепло физического тела. Все вместе. И это все передается в глубины психики, в подсознание. И дальше, по контурам дальше. И если смотреть по отражениям, можно предположить, что таким образом наша психика генерирует само солнце. И там такие же всплески, которые у нас существуют внутри, те же мы можем видеть сгенерированные там снаружи. То есть, любовь это сложное чувство, которое необходимо для передачи информации, опыта жизненного тепла и интереса, отражения интереса обратно в психику, в глубины подсознания. И при этом это чувство, оно как вовнутрь направлено, оно направлено и наружу. А наружу оно направлено проявлением тепла. И вот каждый может вспомнить такие моменты, когда генерируется сама любовь. Любовь невозможна между двумя людьми, когда между ними нет общего интереса. Вот у них есть интерес, и тогда возникает вот эта искра вместе. И если к этой искре добавить тело, объятия, поцелуи, нежность какую-то, коснулись рука руку и так далее, то есть добавить физиологию, то у нас в теле, внутри в теле зажигается огонь, вот этот теплый, жизненный. У кого-то бабочки-цветочки в животе, но это на продолжение жизни физической, и рождаются тогда дети. А у кого-то это на уровне влюбленности, это вверху. И вот это вот, но это все равно генерация тепла жизни, генерация продолжения жизни. То есть в наружную часть надсознательную у нас идет эта генерация ей проявлением в отношениях, в обустройстве дома, в обустройстве быта, вот это. А в это же время генерация идет и в глубины психики, то есть двунаправленный процесс, и туда у нас идет передача именно физического тепла, жизненного опыта, отражения интереса. И вот именно вот этого солнечного света назад, вовнутрь, он возвращается вовнутрь, проходит через все структуры психики, запал через душу нашу конкретно, проходит в мир мертвых, через мир мертвых идет дальше, дальше, дальше в глубины по контурам. Вот эта обратная связь, она основана на чувстве любви. То есть именно само чувство любви переносит одновременно, оно является ресурсным, переносит одновременно и свет, и информацию, и излучение тепла из физического тела. И когда мы говорим о телах, как о батарейках, то в первую очередь надо говорить о том, что мы генерируем любовь. Вот если мы генерируем любовь, тогда мы действительно батарейки. А если мы генерируем просто энергию, то энергия заканчивается в контуре над сознания, и тогда это про пустое, тогда это про деградацию, про умирание и так далее. Если мы хотим развиваться, если мы хотим, чтобы развивалась наша душа, если мы хотим, это структура психики, если мы хотим, чтобы развивались все структуры нашей психики, расширялись, то это происходит через обратную связь, через любовь. И по-другому не может быть. Именно любовь передает вот этот свет, соединенный с информацией и с теплом жизни. Вот это про чувство любви. Мы это чувствуем в области вилочковой. И поэтому здесь этот процесс является двунаправленным. И наружу относительно тела, и внутрь относительно тела. Вот это если мы говорим про чувство любви. Чувство любви у многих людей заменено на заботу, на внимание, на какие-то физические проявления в материальном мире. Для людей, которые считают, что есть только материя, они пришли в эту материю, уйдут из нее, и они рассматривают себя как тело, как одну материю. Для них физическое проявление будет именно проявлено в материи. Я тебе дал денег, я тебе купил велосипед, я тебя отправил в школу, я тебя родил, я тебя выучил. Вот это для них любовь. Но на самом деле здесь нет момента генерации тепла. Момент генерации тепла есть только на уровне чувства вилочковой. Он только в моменте здесь и сейчас происходит. И эта генерация тепла может запускаться в моменте здесь и сейчас через оперативную память. Например, вы утром проснулись в объятиях любимого человека. И вы помните его руки, вы помните его теплые слова, вы помните, может быть, секс, вы помните то, что вас наполняло внутренним жизненным теплом. И потом в процессе дня, если вы это вспоминаете, у вас это тепло возвращается. Точно так же для людей, у которых нету вот этого опыта, например, в разводе, вы можете вспомнить тепло детей, когда вы рожали детей, когда вы беременели детьми. Дети приходят к нам, мы их рожаем, с одной стороны, для продолжения жизни, для продолжения тепла в жизни. С другой стороны, мы рожаем их для того, чтобы вообще осознать, что такое любовь, и начать чувствовать любовь. Потому что очень многие начинают впервые чувствовать вот это тепло и осознавать жизнь, теплую жизнь, солнечную жизнь, световую жизнь только через рождение детей. То есть, опять-таки, вот это соединение солнечного тепла и жизни, и интереса уже качается в подсознании. Опять-таки, когда мужчина с женщиной сходятся, если, например, у них интересы совершенно разные, там она модель, он бизнесмен, то единственным интересом, который могут объединить этих людей совершенно разных, например, в жизни, это могут быть дети. И вы можете замечать пары, которые вырастили детей, и если их дети были только единственным их общим интересом, то эти пары будут обречены на развод, на распад, потому что был единственный интерес дети. Дети выросли или упорхнули, интерес закончился. То есть, если мы рассматриваем любовь вот действительно грамотно как механизм в психике, то мы будем говорить об общем интересе обязательно, либо же об интересе самого человека. Человек может любить и без пары, он может любить всю жизнь, он может любить себя, он может генерировать любовь, продолжать в подсознании, даже будучи один. Так вот, если мы говорим о любви, мы говорим обязательно об интересе. Любви без интереса не бывает, это невозможно. Мы будем говорить о жизненном тепле, тепло, которое генерируется у вас внутри. Это может быть ответ на взаимоотношения с человеком, это может быть ответ на взаимоотношения с природой, с тем же Солнцем. Солнце очень сильно у нас поднимает и вызывает аналогичное чувство, провоцирует нас на любовь. И мы будем говорить о том, что мы осознанно вот в этом состоянии пребываем в моменте здесь и сейчас. и продолжаем генерировать вот это чувство. Мы чувствуем это все внутри и продолжаем передавать это как жизненный опыт через какие-то свои действия, движения, проявления и так далее. То есть это передается еще вместе с жизненным опытом, составляющая жизненного опыта обязательно. Вот представьте, насколько сложное это чувство любви у человека. И любви не бывает без физического тела. Любовь тогда будет разорвана на части без тела. То есть может быть чувствоваться отдельно солнечным теплом. Отдельно может быть чувствоваться там зацепом внимания за что-то. То есть если интерес подменить на внимание, еще каким-то образом можно это зацепить. Но без опыта в физическом теле любви не бывает. То есть само чувство любви обязательно предполагает наличие физического тела. Когда мы это осознаем, смотрите, насколько сложный механизм этот. Невероятно сложный. Я даже это видео записываю не столько для вас, сколько для себя. Чтобы пока идет озарение, это все не упустить из виду, когда видишь, как это все работает. Смотрите, насколько этот механизм сложен. И насколько он интересен. Если мы глубже посмотрим. Если по аналогу с Солнцем, Солнце выбрасывает протуберанец. И если этот протуберанец, например, отделился и ушел отдельно от Солнца, и существует уже маленькое Солнце. Казалось бы, это невозможно. Солнце его вернет назад. На какое-то время это возможно. Именно так рождается в психике душа. То есть это временное отделение от контура, который мы назвали мир мертвых, контура любви, контура любви с информацией о прожитом жизненном опыте в интересе. Назовем это так. И вот эта вот часть, которая отделенная, световая часть, кстати, точно так же выглядит с желтой, теплой. Душа, да? Солнечной. Как мы видим Солнце, так примерно видится душа. Вот это душа у человека, которая определяет его отделенность от вот этого единого. Хотя это единое, там еще дальше, точно так же отделено от еще одного единого. Но и еще, 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 там бесконечность. Но вот на этом уровне душа мир мертвых, вот это как будто протуберанец, который отделился. И вот смотрите, получается, при этом он передает на место, которое он занимал там в системе, информацию и чувство, и свет любви. Ресурс любви. Потому что это уже ресурс, мы будем говорить здесь о ресурсе, если говорим о психике. И таким образом, вот эта отделенная часть, она качает туда ресурс любви. И смотрите, люди, которые не знают любви или подменяют любовь, они этот ресурс не качают. А если они не качают, они остаются отделенными, и постепенно они гаснут, 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 гаснут. Они увядают. Вот этот процесс, это то же самое, как искра отлетела от костра, и какое-то время там соседние травинки горели, а потом все это угасло. То есть новый костер не образовался. И вот этот момент очень важен. Если мы хотим быть здоровыми, то хотим мы или не хотим, нам надо генерировать любовь. Не генерируя любовь, мы не можем быть здоровыми. Можно это сказать на 200%, глядя на то, как работает психика. Если мы генерируем любовь, мы продлеваем свою жизнь, мы продлеваем свой костер, и мы тогда поддерживаем в этом костре тело как нужный элемент, и мы тогда остаемся здоровыми. Представьте, насколько важна любовь в жизни человека. И подменить любовь чисто сексом – это неправильно. Но любовь без секса невозможно. Опять-таки, секс нужен, потому что он объединяет людей. Опять-таки, как разновидность интереса, и как разновидность продолжения тела. И как вариант познать любовь через своих детей. И тут очень многогранно получается. В одно слово не положишь. Но это механизм, который в нас работает. Механизм, в основе которого лежит чувство любви. Чувство любви, для которого, для которого обязателен интерес, для которого обязательно вот это тепло физического тела, сгенерированное здесь, солнечный свет, сгенерированный здесь. И для этого обязательный жизненный опыт, прожитый в теле, потому что будет соединяться, задействован контур, еще связанный с оперативной памятью, с воспоминаниями и с осознаваниями. Потому что именно осознавание двигает информацию, как паровоз, который везет ее в подсознание. Смотрите, как это все интересно там работает. Колесико за колесико цепляется. И это невероятно. И любовь назвать простым чувством или просто бабочками, цветочками, или назвать любовь свободой, это неправильно. Свобода это и все. А любовь это целый огромный механизм. И если мы умеем любить, если мы умеем наполнять, если мы умеем генерировать это чувство, то мы очень много передаем подсознание. И мы действительно тогда можем и вылечить свой род, и вылечить себя, и вылечить своих близких только своей любовью. И это правда. Это значит, ты становишься солнцем. И у тебя могут быть свои протуберанцы. И эти протуберанцы ты можешь делиться ими с окружающим. И они становятся солнечными. Все по аналогу с солнцем. Просто положите на образ. Тяжело подбирать слова, когда идут озарения. Вообще тяжело эту информацию класть на слова. Но это факт. Вот любовь это целый механизм в психике. Невероятный механизм. Красивый механизм. Огромный механизм. Без физического тела он невозможен. И в физическом теле не надо его подменять на секс. Хотя секс это тоже про любовь. Не надо подменять на заботу. Хотя забота это тоже про любовь. Не надо подменять. А надо в себе найти вот это теплое чувство, которое у вас рождается. И которое вы несете через весь день в ночь в ночь как жизненный опыт. И это теплое чувство оно обязательно сопряжено с солнечным светом. Оно обязательно сопряжено с интересом. И оно обязательно сопряжено с озарениями, с осознаниями, с взаимодействиями, с проживанием в теле жизни. Представляете, насколько важно тело. Обесценить тело нельзя. Обесценить тело это обесценить жизнь. И тогда определение, что любовь это жизнь, оно подходит, но при одном условии. И свобода это тоже жизнь. Жизнь. Забота это тоже жизнь. Жизнь. Злость это тоже жизнь. Война это тоже жизнь. Но в войне нет любви. Там опустошение. А в любви создание. Понимаете, надо для себя четко определиться, какую жизнь вы будете проживать. Вы будете проживать жизнь в любви, или вы будете проживать жизнь в войне. Вы будете проживать наружу жизнь для всех в эмоции и распылился. или вы развернетесь к себе, найдете свой интерес, проживете свой жизненный опыт и передадите много, много информации из любви и наполните ту чашу, то солнце, которое выделяло вас, как протуберанец, который стал маленькой планеткой на время под названием душа. Это все зависит от вас.